В эфире программа «Что произошло?». Здесь нет государственного заказа и политической агитации, здесь только реальная жизнь. В общем, добро пожаловать в Россию. Шокирующий случай произошел в городе Каменск, Уральский. Здесь опера местного город-дела полиции пытали детей. Таким образом, стражи порядка выбивали показания и улучшали статистику по раскрываемости преступлений. Детей так запугивали, что они даже родителям-то боялись рассказать об этом. Вот здесь меня заставляли яму рыть. Здесь копал, здесь стоял и копал. Вот такого размера яма была? Ну да. Неглубокая была, но уже как бы, ну, с ноги-то вот так. Минут мне дали лопату, здесь копал, возле дерева. Минут 30 копал. Потом забрали у меня лопату, посадили в машину, пристегнули наручниками и повезли в полицию 24-ю. Это кем-то совсем недавно закопанная яма, теперь, похоже, единственное свидетельство четырехдневного пребывания 17-летнего парня в отделе полиции номер 24 города Каменск, Уральский. Имена пострадавших детей по закону мы называть не можем. Показывать лица тоже. Для удобства назовем его условно. Михаил. Миша рассказывает, что в июле в компании своих знакомых он возвращался с речки домой и, проходя через парк, встретил местную знаменитость – дворника. Женщина находилась в состоянии изрядного подпития и искала свою сумку. Подростки помогли найти пропажу. И вроде бы ничего не предвещало беду, однако… Первый день пронесло. Да как могло быть иначе? Это же даже в голове не укладывается. Женщина ведь нашла все, что было в сумке, даже наличные деньги. Ну, все было на месте, кроме банковской карточки, которой без знания пин-кода и воспользоваться-то невозможно. Но, оказывается, дама еще до того, как нашла все растерянное по пьяне, уже успела написать на подростков заявление в полицию. И сотрудникам этим в погонах, видимо, чтобы не портить статистику, пришлось что-то срочно придумывать. И придумали они себе целое преступление. Схема – натуральная система Ниппель, иначе и не скажешь. На следующий день такая же. Они уже в магазине сидели, в Красном Ларке. Алексей с Василием был. Он сказал, ну что, попался, все. Тебя тут видели, что ты с карточки покупал тут типа алкоголь и сигареты. Меня наручники пристегнули, поехали туда, в полицию, до четвертого. Вот, они, говорит, рассказывают, как было. Я им рассказал эту правду опять. Они закрыли дверь. Был Василий, Алексей. Вот. Давай меня бить подушкой. Били, били. Там уже рассказывал, как уже пришлось. Они говорили, там уже соглашался с ними. В подушке что было? Ну, прути железные какие-то были в подушке. Подушка небольшая была, ну, тяжелая. Вот только оперативники или сами в тонкостях электронных финансовых операций толком не разобрались, чтобы сделать все аккуратно и чтобы выглядело правдоподобно. Либо свое начальство, а заодно и прокуратуру с судьями за совсем неумных людей посчитали. Ну, в общем, как обычно. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И решили они подростков этих расколоть. Один парень из компании действительно имел раньше проблемы с законом. Он-то и поплыл на первом допросе. И чтобы остаться на свободе, свалил все на остальных. В течение четырех дней ребенка допрашивали с утра до позднего вечера. В это время ребенку не довелали ни пить, ни есть. А в один из дней, последних дней, допустили, мне кажется, вообще вопиющий случай. Ребенка просто избили. Детей так запугали, что они и родителям-то боялись о случившемся рассказать. Но аппетит приходит во время еды. И стражи порядка уже настолько заигрались и осмелели, что уж даже и следы на теле от незаконных следственных действий с детьми скрывать перестали. А теперь когда вы привели в наручники домой? В наручниках уже на третий день его привели. И все, и вот они на третий день его привели в наручниках. И нас посадили с мужем вместе. Говорит, мы у него обнаружили наркотики. Я у нас вообще волосы аж дыбом с мужем встали. Я понять ничего не могу. Все, потом они уехали. На следующий день меня вызвали с работы даже они. Кстати, в тот день вместе с Мишей была и девочка. Назовем ее условно Таней. Ее тоже похитили и несколько дней били. Но Таня это не из робкого десятка. Спортсменка стойко выдержала допрос с пристрастием. И тогда опера не смогли придумать ничего умнее, как угрожать ребенку изнасилованием. Меня вывозили в лес, спрашивали, девочка я или нет, сплю с мальчиками или нет, хочу ли я этого попробовать. Потом Алексей, который вел у нас дело, он мне сказал, хочешь меня получше узнать. Я на его вопрос ничего не ответила. Алексей, как фамилия? Войщиков. Это кто такой? Который вел у нас дело. А кто он? Не знаю. Вообще это будущая мать, это будущее нашей страны. То есть получается у нас в корне сегодня убивают будущее страны. Убивают кто? Беспредельщики, которым государство, мы все с вами, налогоплательщики, подняли заработную плату. Мы их повысили именно для того, чтобы они нас дубасили. Спасибо. Спасибо родине за это. Дальше еще страшнее. Ладно, ударили. Но в один из дней они эту девочку вывезли в лес. А теперь представьте 15-летнюю девчонку повезли в лес два здоровых лба. Представьте себе, что вашего ребенка везут сейчас. Эти два здоровых лба, которые должны защищать. И во время поездки эти лбы спрашивают. А ты девочка? А ты живешь половой жизнью? А ты не хочешь ли с нами познакомиться поближе? Не верится? Печальник Каменской полиции Тананыхин за словом в карман не лезет. Он устроил для местных СМИ пресс-конференцию. И на протяжении всего этого 20-минутного мероприятия страж порядка заикался, нервничал. Видимо, придумывая историю на ходу. Например, то, что задержали детей не 15-го, а 17-го июля. Что их доставляли 16-го июля, это уже неправда. Сам факт совершен 17-го июля. А доставляли их вообще 18-го. Еще бы, ведь именно 17-го июля, когда телефон пострадавшего от действий полицейских парней уже находился в полиции в качестве вещдока, кто-то включил его и установил на него приложение Киви. Открыл кошелек и перебросил туда деньги с банковской карты, якобы похищенной. Кроме этого, Тананыхин много наговорил и о детях. Якобы у тех и судимости есть и приводы в полицию, и на учете в наркодиспансере они состоят. К слову, адвокаты потерпевших детей очень благодарят Тананыхина за такое интервью. И готовят иск в суд о защите чести и достоинства, который может перерасти и в уголовное дело о клевете в отношении сотрудника полиции. Но ни одних только детей бюджетник грязью палил. Что хотелось бы довести? Тот мнимый правозащитник, который предоставляет информацию в средства массовой информации, не имеет никакой юридической квалификации, нет у него специального юридического образования. Кроме того, ранее привлекался трижды по мошенничествам и отбывал наказание в местах лишения свободы. И такое лицо дает оценку деятельности, правовую оценку деятельности сотрудникам полиции. По информации, полученной из областного полицейского главка, конечно, неофициально, на правозащитника, поднявшего эту тему, на Сергея Барсукова, заведено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции несколько дней обзванивали клиентов его юридической фирмы и обманом вынуждали написать заявление. Это полный полицейский беспредел, с которым надо бороться. И это зависит, в первую очередь, от каждого из нас. Сколько таких детей еще пострадало, предстоит нам выяснить в ближайшее время. Кстати, после того, как поднялась шумиха, несмотря на то, что прокуратура признала факт незаконных допросов, а Следственный комитет признал детей пострадавшими, шестерки Тонаныхина возбудили на детей уголовное дело по статье кража. Видимо, оборзевший бюджетник решил сделать так, чтобы другим неповадно жаловаться было. А мы на время перенесемся в Ингушетию, где уже месяц не стихают массовые акции протеста, и силовики тоже попутали берега. Они применили против митингующих огнестрельное оружие. В Ингушетии протесты из отдаленных районов за эту неделю перекинулись и на главную площадь столицы республики, города Магас. На бессрочном митинге присутствует, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек, что, кстати, превышает численность населения столицы Ингушетии. Люди приехали сюда со всех уголков республики. К собравшимся вышел глава региона Юнус Бек Евкуров. В это время по непонятным до конца причинам силовики открыли огонь в воздух. Есть информация, что в его сторону кто-то кинул пустую бутылку. После этого глава Ингушетии ушел от митингующих и отправился к себе в резиденцию. Собравшиеся просили обеспечить присутствие 10 представителей общественности на голосовании об утверждении границы с Чечней. Однако власти им отказали, сославшись на то, что заседание парламента будет проходить в закрытом режиме. Конституционный суд республики выступил против утверждения без учета мнений жителей соглашения об установлении границы с Чечней. Председатель суда Аюб Гагеев заявил, что порядок учета населения Ингушетии определен в местном конституционном законе о референдуме республики Ингушетии. Согласно этому документу на референдум в обязательном порядке выносятся вопросы об изменении статуса, названия республики, ее объединения с другими субъектами Российской Федерации или отделения от них, изменения территорий Ингушетии или границ в соответствии с российским законодательством. А чем еще занимались ненасытные чиновники в нашей рубрике «Политпогода» с Ксенией Форовой? На Алтае наблюдаются сдвиги тектонических плит, ну или сдвиги в головах у чиновников. Первый заместитель председателя правительства республики Алтай Роберт Пальтер отдал республиканские земли фирме своих сыновей. Ну ничего не боятся алтайские чиновники, ни бога, ни черта, ни даже его, ну президента. Не боятся они даже и правоохранительных органов. Хотя зачем боятся? Со всеми можно договориться. Вопрос только в цене. И потому на Алтае всегда солнечно и очень весело. В Москве наблюдаются сильные магнитные бури. Люди мучаются от головных болей и теряют память. Бывший губернатор Сахалина Олег Кожемяка, прибывающий сейчас в столице, забыл простые правила русского языка. И во время экскурсии по московской школе для одаренных детей он написал на доске «Сахалин учится у вас». Только «учится» он написал через мягкий знак. Но ему повезло, что в этот момент рядом не было гениальных школьников, которые бы рассказали новому временно исполняющему обязанности главы Приморья про совершенный и несовершенный вид глагола. Новоизбранный хабаровский губернатор Фургал окружает себя странными людьми. Недавно в его команду попал и бывший лидер хабаровских навальновцев. Настоящая гроза грядет во всем регионе от засилия представителей в несистемной оппозиции в госструктурах. И первая же молния может ударить в дерево, бревно, полено, ой, простите, в губернатора Фургала. А в Курганской области политическая оттепель. Однако сие погодное явление не ограничилось лавинами грязи на старого губернатора в СМИ. Оно еще и атаку клонов вызвало. Из Тюмени в Зауралье прислали временно исполняющего обязанности губернатора Вадима Шумкова. При этом в Курганской области уже есть вице-губернатор и глава аппарата Вадим Шумков. Ну, это другой Вадим Шумков. То есть сейчас в регионе временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков, у которого есть кто? Правильно, заместитель Вадим Шумков. Какие только странные феномены нам не приносят ветра перемен. А разобраться во всем этом поможет, конечно же, политпогода и я. Ой, я что-то запуталась. Но ничего, и меня вылечат, и людей в Курганской области. Все, на сегодня хватит. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» в эфире телеканала Крик ТВ. Краткую версию смотрите на канале «Реальная журналистика». Регулярно заходите на наш сайт kriknews.ru. Там вы найдете много интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 290 2390 и ищите на соцсетях. Подписывайтесь на наши группы и на наш канал в Ютубе. Добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова